Приветствую вас! Если говорить глобально, если говорить глобально, если просто отвечать на наш вопрос, то есть именно вот просто, что мне видится недостаточная развитость именно духовного мира, мне видится оторванность, если угодно, от ваших эмоций, от чувств. То есть, мне кажется, что вы слишком материально вот мыслите, а слишком приземлённо, у вас нет какой-то общей цели, нет какой-то глобальной цели, нет какого-либо смысла такого, опять же, глобального смысла того, что вы делаете над. Соответственно, именно духовный рост, вот обращение к своим чувствам, возможно работать с эмоциональным интеллектом, это то, что вам сейчас, собственно говоря, нужно. Вот, и этот процесс, он, как вам сказать, он не быстрый, то есть, это такой тягучий, иногда даже скучный процесс, вот, но он очень важный. Это если говорить глобально. Теперь, что касается, собственно, самого текста, да, давайте посмотрим. В моей жизни, особенно в последнее время, много скуки, пустоты, нереализованности. Скука, пустота и нереализованность есть в признаке депрессивного состояния. Депрессивное состояние, это когда человек подавляет свои чувства, подавляет свои эмоции. Депрессивное состояние, это когда человек не позволяет себе спонтанность, не позволяет себе искренне, не позволяет себе творческий подход, по сути, к своей жизни и к самому себе. Если говорить просто, то это превалирование установки «надо-должен» в своей психической реальности. Я просто не представляю себе, пишите вы, как люди могут жить просто так, радоваться жизни. Ну, а здесь правда заключается в том, что вы живете уже, то есть, вы уже живете. Каждый день, каждую секунду вы живете. То есть, это и есть жизнь. То есть, нет никакого разделения на жизнь и не жизнь. Не жизнью может быть только смерть в данном случае человека, да. Потому что даже существование, когда человек вообще не понимает и не осознает себя, это всё равно в этом случае это жизнь. Так что вы уже живете. Что касается того, значит, вы не понимаете, как люди могут радоваться жизни, то здесь опять же вещь идет о неком духовном смысле, о неком таком духовном наполнении всего того, что вы делаете. То есть, это то, что называется в теории, ну, психологическая теория, то есть, называется трансценденцией. То есть, выход за пределы самого себя. И направленность на что-то вовне. Дальше, иметь друзей, общаться с ними, проводить вместе время. Я бы сказал, что друзья – это интересы. Вот, ну, в первую очередь, да, друзья – это интересы. Я бы, наверное, сказал бы так. То есть, если у вас нет друзей, то это означает, что, скорее всего, у вас достаточно слабо развития интересов. Ну, ваши собственные интересы, ваши собственные увлечения, хобби и различные дела, которыми бы вы могли заниматься именно некоммерчески. То есть, дела, которые не оформлены были бы как коммерческие, то есть, как действия ради получения прибыла. Вот, потому что, ну, я надеюсь, совершенно очевидно, что вы не сможете иметь друзей, в том случае, если, например, занимать каким-то вопросом, да, целями которых является, там, именно коммерция. То есть, конечно, никто не исключает, ну, до конца данный факт, никто не исключает. Но, тем не менее, друзья – это интерес. И если, соответственно, ладно, не друзья, то в первую очередь нужно, чтобы было что-то общее. А общее – то, чем владеете вы, либо то, что вам интересно. Вот на этом базе и выстраиваются отношения с людьми, с людьми. Некоммерческие. На основе некоммерческих отношений уже может появиться дружба. Здесь все зависит от индивидуальных особенностей людей. Вы пишите, мне 37 лет, женат, есть маленький сын. На жизни грехся, ловаться, здоровье, машины, квартиры есть, все живы-здоровы. Ну, на самом деле, это очень круто, то, что вы описываете, очень здорово, но именно для, вот, полноценной жизни, на этом, именно для духовной, для психологической жизни этого, этого, очевидно, недостаточно. И именно поэтому, получается иногда так, что люди, которые находятся, ну, в не очень хорошем материальном положении, более счастливы, чем в более лучшем материальном положении. Вот. То есть, понимаете, какая штука? У меня есть ощущение, что вы обвиняете себя, именно обвиняете себя за то, что не счастливы, хотя, по идее, не счастливы вы должны быть. Вот это вот ощущение, что вы должны быть счастливы, несмотря на то, что вы не счастливы, мне кажется, достаточно серьезно вас, ну, выматывает. Вот. Опять же, я хочу уточнить, что я не претендую на истину сейчас, и не хочу говорить о том, что я сто процентов в этой ситуации прав, ну, прав в оценке ее. Но у меня возникло такое ощущение, что вы, вот, как будто бы обвиняете себя за то, что, ну, вот, что вы не счастливы, хотя должны были быть. Дальше, значит, это фасады, которыми я страдаю дерутой каждый день, а вот здесь идет уже обесценивание. Здесь же идет обесценивание от того, что вы делаете. Что я хочу сказать, что это, ну, все значит, что обесценивание. Как бы не может человек сказать, что он страдает дерутой. Если только от его действий нет какого-либо откровенного вреда, либо ему самому, либо другим людям. В остальном случае это не ерунда, это то, что человек делает. В остальном это не ерунда, это то, чем человек занимает, это то, что, по сути, да, по сути, составляет выбор, выбор человека. Вот. И я не думаю, что вы вправе вот себя обесценивать то, что вы делаете. Я не думаю, что вы вправе это делать. Каждый день я хочу выбраться из зоны комфорта, но не могу. А зачем? Вот какой смысл? То есть ваш вопрос, по сути, это выбраться из зоны комфорта сейчас. Но для чего это делать? Какой смысл? Какой стимул? Какой мотив? Зачем? Вы не видите цели. Вы не видите в этом смысла. А просто выбраться из зоны комфорта, потому что надо, а кому надо. То есть, знаете, опять же, приняется ощущение, что вы живете как будто под постоянным принуждением. Хотя на самом деле вас никто не принуждает. Забегая чуть вперед, хочу сказать, что когда вы описываете свои рабочие отношения, да, ну, где вы пишете про то, что вот вначале вас стимулировали зарплату, начальство, вот. А когда вы перешли на более такую демократичную форму работы, то мотивация у вас как бы исчезла. Так вот, это проявление как раз таки строгого варианта воспитания, когда родители, как правило, действуют приказами, указаниями и так далее. И вы привыкли, если вас постоянно заставляют и не привыкли полагаться на себя, на свое чувство, не привыкли полагаться на то, что хотите вы, не привыкли полагаться на свой собственный стимул, на свой собственный заряд, потому что родители вам его подавили. Ну, или не родители, может быть, общая какая-то среда, среда подавила это. То есть, вот здесь возник перекос. И одним из вариантов работы являются, как раз таки, вот эти вот воспоминания. То есть, как бы возврат этих чувств. Ну, помимо того, что вы можете сделать здесь и сейчас тоже. С некоторых пор я стал ИП. Зачем? Я снимаю офис и сижу в нем, как будто в башне из плановой кости. Опять же, вы говорите так, как будто это не было вашим выбором. Работа имеет сезонный характер и летом ее больше, зимой затичь. Когда она прет, я доволен, складя звонки и переписки. Я выполню работоспособность и заключаю сделки. А что составляет ваше довольство? То есть, вы говорите, что работа прет? Хорошо. Если вы знаете, что работа прет только летом, то откуда довольство? То есть, вы довольны тем, что вы, как это сказать, избегаете себя, вы довольны? Или чем вы довольны? То есть, если вы знаете, что работа прет в определенное время года, если она сезонная, то чем-то довольство, чем-то довольным можно быть? Я не очень понимаю, честно. Это такой момент. Дальше. Я в полной работоспособности. Так, сейчас же, когда не сильная рука, я сижу на попе ровно, ничего не делаю. Ну, потому что не хотите. Потому что не хотите, нет смысла, нет стимула, нет мотивации. А что делать? Что делать, чтобы что? Раньше, еще десять лет назад, когда я работал на дядю, мне хоть как-то мотивировались пинки со стороны зарплаты. Эдакая внешняя мотивация. Я полагаю, что вас всегда, всегда мотивировали внешние пинки. Затем я устроился в другую фирму, где все было гораздо более демократично. Никто не подписывал, не давал обязательных ежемесячных планов, и вот с тех пор я вынужден мотивировать себя сам, мотивировать на работу. А почему вынужден? Знаете, почему вынужден? Если вы занимаетесь той работой, тем видом деятельности, которые вам нравятся, если вы через эту работу воплощаете свои ценности, реализуете свои ценности и проявляете свою индивидуальность, то есть то, что является лично вашим, чтобы мотивировать себя не нужно. Понимаете, вы постоянно себя преодолеваете, вы постоянно себя, получается, крысиноваете, но этим вы еще больше подавляете свои чувства и еще больше подавляете свое творческое начало. Так, открыл свое ИП. Ну, опять же, зачем? И вот сижу я, не видя людей белого цвета в своей нереализованности и изоляции. Но это же был ваш выбор. Это же был ваш выбор. Чем он продиктован, этот выбор? Мы же сами выбрали так работать. Меня унитает однообразие отсутствия общения, и, видимо, не настолько, чтобы что-либо менять. А может быть, вы получаете какую-то вторичную выгоду от того, что находитесь в своем положении? Часто за весь день я могу сделать лишь пару звонков по телефону по работе. Но, опять же, это неплохо. В рамках вашей работы это норма. И не очень понятно, какие у вас ожидания именно от этой работы. Ведь в свободное время вы можете заниматься чем-то еще. Например, вопрос заключается в том, чем и зачем. Люди друнят, общаются, контактируют. Ты, в основном, проводишь время с семьей. И это, опять же, ваш выбор. Опять же, ваш выбор. Потому что люди контактируют, общаются, друнят по каким-либо интересам. Этого не происходит, если у человека интересов нет. Пару дней в неделю отводишь сына к родителям. Ну, это нормально. Социальный круг ограничен десятком человек. Это практически без рук общения. Скука и одиночество. Нет. Не совсем так. У нас здесь эти вещи связаны. То есть, связано, что социальный круг ограничен десятком человек. И скука и одиночество. Это связано. Хотя, на самом деле, связи здесь нет. Здесь нет связи, потому что это разные вещи. Скука и одиночество – это восприятие себя самого. А социальный круг общения – это отражение ваших интересов. И это может быть выбором. То есть, если скука и одиночество – это не выбор. А это именно подавление и непринятие себя. То есть, непереносимость себя – это проблема. То социальный круг и количество людей в этом круге – это может быть в том числе и выбором. Да, понятно, что это следствие в данном случае вашей личностной проблемы. Но не нужно эти вещи смешивать и ставить их в причинно-следственную связь. Что делать во всей этой ситуации? Чтобы что? Как мотивировать себя на работу? Искать новые смыслы. Реализовывать себя не просто ради материальных благ. Это вопрос такой. Реализовывать себя не просто ради материальных благ? Да, 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 именно так. Как выйти из зоны комфорта? А зачем? Должен быть стимул. Для этого нужно искать смысл. Для чего необходимо – обратиться к вашим ценностям. Что-то для вас действительно важно. Кроме материальных благ. А может быть, материальные благ для вас только важны, и это ваши ценности. В таком случае это нужно принять. Как обрести друзей и расширить круг общения? Ну, в принципе, я сказал. Тем больше у вас нового, тем больше у вас интересов, тем более разносторонне вы развиваетесь, тем больше будет у вас друзей. А также необходима мотивация людям с вами общаться. То есть, очень, например, благосклонно люди воспринимают, когда интересуешься чем-то у них. Ты сразу спрашиваешь, спрашиваешь и так далее. Вот. В этом случае человек чувствует себя более значимым, ну, по сравнению с, допустим, тем, кто спрашивает. Это, конечно, не самый лучший способ, но, тем не менее, в купе с другими он может оказаться весьма-весьма действенным. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку-вличку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...